Задача уберечь урожай от засухи. В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за сильной жары. Это новости региона на Дон-24 в студии Аллы Локтионова. Перевод на русский жестовый язык Натальи Евсеевой. Смотрите выпуски. Традиционная борьба с теплицами на колесах. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кондиционирование работает? Когда лейт не зной, покинет ростовские автобусы. Познакомиться с родиной Чехова можно теперь и в ретро-трамвае. Новая экскурсионная программа стартовала в Таганроге. Праздник равных возможностей. Выступать со своими друзьями. В Мясниковском районе прошел первый фестиваль для детей с ОВЗ. Культурная программа по приглашению губернатора. Мы впервые попали в театр всей семьей. Многодетные семьи и родные участников спецоперации побывали на спектаклях в Южной столице. Сначала любовь болельщиков, потом борьба за Первую лигу. Чанокопская «Чайка» на своем поле в последнем домашнем матче сезона принимает «Родину-2». О том, как прошла встреча, смотрите в конце выпуска. Жара еще не достигла своего пика. А вот терпение некоторых ростовчан уже на пределе. За первые дни лета поступило более 70 жалоб на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Анастасия Изюменко присоединилась к рейду по городским автобусам и узнала, куда обращаться, если вместо салона попали в сауну. Легким взмахом руки автобус превращается в теплицу. И с этого начинается конфликт водителей с пассажирами. Последние, не остывшие от уличной жары, впускают свежий воздух, из-за чего перевозчик не может охладить салон. Иногда из-за того, что очень много людей, вроде бы кондиционеры работают, его слышно, но он вообще никак не ощущается. От этого люди больше возмущаются, открывают окна, и это еще больше. Вроде бы кондиционер работает, но окна открыты. Еще одна причина, так сказать, сауны в салоне – неисправность кондиционера. Первые дни лета от ростовчан уже более 70 жалоб на температуру в автобусе. Есть претензии, а значит и начало регулярных проверок. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кондиционирование работает, это как у нас, 71-й, да? На двух остановках проверили более десятка автобусов, большая часть придерживается требований. Но были и исключения. В салоне за плюс 30, а кондиционер разгоняет горячий воздух. Обращаемся в судебном порядке, взыскиваем, имеются штрафные санкции, предусмотренные муниципальным контрактом. Как за недовыпуск, так и за нарушение кондиционирования. Если поездка стала походом в сауну и водитель отказывается включить кондиционер, пассажиры могут обратиться в департамент транспорта по номеру 8 800 222 76 76 и сообщить о нарушениях. При этом необходимо сказать номер автобуса и маршрута, а также дату и время поездки. Анастасия Изюминка, Дмитрий Азорнен, Дон-24, Ростов-на-Дону. В Ростовской области введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал Василий Голубев. Действует особый режим с сегодняшнего дня. Связано это с почвенной засухой, которая может повлечь гибель сельхозкультур. Вопросы жаркой погоды и высокой пожароопасности стали главной темой заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Ростовской области. В мае уже действовал режим ЧС, связанный с заморозками. Тогда погибло 200 тысяч гектаров и повреждены 647 тысяч гектаров сельхозкультур. Тут пришла еще одна угроза, связанная с отсутствием дождей. Причем их уже нет в нужном количестве с марта месяца. То есть все три месяца произрастания яровых, озимых, зерновых культур в условиях нехватки влаги. Засуха, плюс я на пожаре находился лично. Акация, побитая морозом, сухие листья, горит все как порох. И такая ситуация у нас практически на всей области. Уже последние недели, дни практически на территории Ростовской области самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Поэтому все силы и средства всегда должны находиться в готовности реагировать на все возгорания. Кроме того, глава региона Василий Голубев поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве. Произвести корректировку структуры пассивных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур. Продолжим выпуск. Строительство школ и восполнение кадрового дефицита учителей обсудили во время видеоконференции под председательством полпреда президента в ЮФО. О мерах поддержки молодых педагогов Александра Дурановская. Дважды в год по поручению президента его полномочный представитель в ЮФО Владимир Устинов проводит прием граждан. Совместно с главами районов принимают решение проблемных вопросов. В этот раз от Ростовской области рассмотрели обращение жителя шахт о капремонте школы номер 12. Здание построили еще в 36-м году и с тех пор ремонт не проводили. Износ 65 процентов. Однако в начале этого года уже заключили контракт с подрядчиком. На ремонт в рамках программы развития образования выделили средства из областного и муниципального бюджетов. Почти 380 тысяч рублей. Мы усилим несущие конструкции. Отремонтируем фасад, кровлю, соколь. В общем практически все. Обеспечим объект естественным водоснабжением, водоотведением. И кроме этого благоустроим территорию, которая прилегает к этой школе. Глава Донского края добавил, когда готовность объекта составит 70 процентов, дополнительно выделят средства на закупку оборудования. Заявитель обратил внимание, в школе нет места для занятия спортом. Владимир Устинов поручил рассмотреть вопрос о создании современного просторного зала, а также бассейна на территории школы. Но если проблема ветхости школ имеет вполне конкретные решения, то вопрос о том, кто будет в них преподавать, остается открытым. Сейчас дефицит кадров в Южном федеральном округе свыше 2200 единиц. Специалистов при этом достаточно. По данным Минпросвещения страны, количество выпускников-педагогов вдвое превышает число вакансий. Как же так? Государство учит, вкладывает огромнейшие деньги. Семьи, которые студентов, ведь тоже огромные затраты несут. Сами студенты столько тратят энергии для обучения педагогике и прочее, прочее. А почему они не идут в школу? Одна из очевидных причин – невысокий уровень оплаты труда. По данным Росстата, за прошлый год средняя зарплата педагогов по югу страны составляла от 35 тысяч в Калмыкии до 50 в Севастополе. Заработок донских учителей оказался в золотой середине этого диапазона – около 44 тысяч. Но в Ростовской области применяют дополнительные меры поддержки педагогов. Мы компенсируем расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, социальные выплаты молодым семьям, жителям села на покупку и строительство жилья – компенсация. Мы с 1 января 2023 года начали реализовывать ипотеку для отличников. Работают на Дону и другие программы, например, «Земский учитель». Так, за 4 года свыше сотни преподавателей, выбравших работу в сельских школах, получили по миллиону рублей. Полтрет президента Владимир Устинов поручил главам всех регионов юга активнее использовать меры поощрения педагогов. Александра Дурановская, Маргарита Аликулова, Роман Беркалиев, Алексей Покатило, ДН-24, Ростов-на-Дону. Захоронение 18 века обнаружили археологи в центре Донской столицы. Раскопки ведут на пересечении улицы Пушкинской и переулка Соборного. Недавно на этом месте начали готовить площадку под строительство жилого дома. Здесь проводятся охранно-спасательные работы объекта археологического наследия Всесвятское кладбище 18 века. Работы проводятся с целью выполнения законодательства Российской Федерации о охране объектов культурного наследия. Как отмечают ученые, археологическое исследование – это обязательная процедура перед началом строительства. По словам краеведа Михаила Малышева, результаты раскопок позволят узнать больше о крепости святого Дмитрия Ростовского. Это достаточно важное открытие, потому что можно будет провести статистические исследования, понять, какой был состав этой крепости. Специалисты просят жителей не пытаться попасть на территорию раскопок и напоминают о том, что на месте исследования ведут строительные работы. Пока археологи исследуют древний некрополь в центре Ростова, гости и жители Таганрога могут прокатиться по Акрополю Приморского города. Недавно там начал курсировать экскурсионный трамвай. Какую программу подготовили для пассажиров ретро-вагона, расскажет Маргарита Аликулова. Место встречи у старого паровоза. Жители и гости города ожидают начала экскурсии. Теперь увидеть знаковые места Таганрога можно через окно ретро-трамвая. На сегодня отзывы получаем массу положительных. Запись идет на две недели вперед. Конечно, мы горды, что мы имеем такой проект, что город может удивлять и привлекать новых и новых туристов. Пассажиры занимают места за уютными столиками и экскурсия начинается. Трамвай проезжает по исторической части города. От площади Восстания, через улицу Авиаторов, мимо Приморского парка. Свидание с Таганрогом длится не больше часа. В трамвае довольно шумно, поэтому каждому пассажиру выдают специальный наушник. Так экскурсовода будет слышно из любой точки внутри салона. А еще, чтобы летний зной не испортил прогулку, пассажиру полагается веер. Все для комфорта туристов Таганрога. По словам экскурсовода Андрея Войтовича, Таганрог – это город, в котором сконцентрирована энергия талантливых людей. Ее можно ощутить и в наши дни. Главным лейп-мотивом я решил, как автор экскурсии, использовать феномен гений места, чтобы рассказать о том, что город Таганрог является источником и, как бы сказать, городом-генератором для вдохновения. И не только в арте так называемом. В экскурсии есть и театральный компонент. Например, история о родном городе рассказывает юный гимназист Антоша Чиханте. А сейчас мы приезжаем еще к одной жемчужине, архитектурной жемчужине города Таганрога. С правой стороны подскажи нам, что это такое? Это впереди будет наш знаменитый дворец Алферахи. Среди пассажиров и жители Таганрога, и гости города. Город просто бесподобный. Такого количества цветов и зелени мы действительно не видели. Ни в средней полосе, ни в Ставрополе мы сами из Ставрополя. Я очень люблю свой город. Он у нас прекрасен. Я каждый раз, когда хожу на экскурсии, я влюбляюсь вновь и вновь в него. Создатели проекта планируют проводить экскурсии чаще, чтобы как можно больше туристов и дончан влюбились в приморский город. Маргарита Аликулова, Богдан Дмитриев, Дон-24, Таганрог. Маленький вес ребенка при рождении не приговор. Это регулярно доказывают врачи перинатального центра Ростова. Раз в год мамы с детьми приходят в отделение не на прием, а на праздник, чтобы от всего сердца сказать спасибо докторам. С теплотой о главном Алина Цыбанева. Родились совсем маленькими, но стали счастьем для своих родных очень большим. Увидели мир эти малыши, когда были весом всего около 700 граммов. Особенно приятно 1 июня, в Международный день защиты детей, видеть этих деток, которые пришли к нам. Сейчас ко мне подошла девочка, родители девочки и девочку привели, которые 670 грамм мы выходили, двойни, тройни. Очень приятно, что все эти дети растут, развиваются хорошо. Сейчас все дети чувствуют себя хорошо, несмотря на то, что родились недоношенными. Арсен, к примеру, появился на свет 5 лет назад. А теперь вместе с мамой пришел навестить больницу на праздник «Территория сердца». У меня остались только положительные эмоции после пребывания здесь. Я очень благодарна моему врачу, это Шарапов Олег Михайлович. Мне все понравилось, я в восторге. А здесь малыш дарит цветы врачу, которая когда-то подарила ему здоровье. Профессия в семье Светланы Климовой – это наследственная. Работала врачом мама, а теперь педиатром стала и дочь. Самым большим стимулом для дальнейшего роста, развития работы – это является здоровье наших выпускников. Очень приятно видеть, как они растут, какими они становятся, что они живы, здоровы, улыбаются и приносят счастье своим родителям. Каждый год здесь рождается около 5000 детей. А с начала 2024-го на свет появилось уже около 2000. Именно благодаря вам многие из вас появились на свет. Так что сотрудники перинатального центра являются настоящими защитниками. Улыбаются дети неспроста. Для них в первый день лета – сладкая вата, аниматоры, музыка, фокусы. А самое главное – благодаря врачам – здоровье. Алина Цибанева, Дон-24, Ростов-на-Дону. Вы смотрите новости на Дон-24, и вот о чем еще расскажем далее. Праздник равных возможностей. Выступать со своими друзьями. В Мясниковском районе прошел первый фестиваль для детей с ОВЗ. Культурная программа по приглашению губернатора. Мы впервые попали в театр всей семьей. Многодетные семьи и родные участников спецоперации побывали на спектаклях в Южной столице. Сначала любовь болельщиков, потом борьба за первую лигу. Чанокопская «Чайка» на своем поле в последнем домашнем матче сезона принимает «Родину-2». О том, как прошла встреча, смотрите в конце выпуска. Василий Голубев встретился с кандидатом от партии «Единая Россия» в Ростовской области на довыборах в Госдуму Виктория Абрамченко. Они обсудили итоги социально-экономического развития области за четыре месяца этого года и дальнейшие направления развития. Губернатор отметил, регион сохраняет положительные показатели по основным социально-экономическим отраслям, особенно в промышленности. На встрече также обсудили вопросы экологического благополучия населения, улучшения качества жизни в селах, оздоровления реки Дон, а еще продолжение совместной работы по реализации нацпроекта «Экология». Социальная сеть для предпринимателей и самозанятых. Так можно характеризовать слет регионального отделения «Опоры России», который в течение двух дней проходил в Южной столице. Об основных достижениях и перспективах взаимодействия бизнес-сообщества и власти в материале Елизаветы Кухаревой. Владимир Григоренко развивает сеть учебных центров иностранных языков. В период пандемии его компания выдала три сотни бесплатных сертификатов для детей-медиков. Вести бизнес Владимиру помогает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Своим опытом он поделился на слете «Опоры России». Большой отклик был со стороны детей. Это было здорово, что родители находятся на защите населения, а мы в это время занимались детям. Ростовское отделение «Опоры России» занимает лидирующие позиции по темпам развития. На конференции в Донской столице собрались более сотни предпринимателей. Представители из 22 регионов поделились опытом, обсудили основные достижения, а еще перспективы взаимодействия власти и бизнес-сообщества. На сегодняшний день у нас в республике 162 члена отделения. То есть у нас в день где-то прибывает по 2-3 человека предпринимателя. Для нас это хорошие показатели, потому что количество субъектов МСП на сегодняшний день в нашей республике насчитывает чуть более 17 тысяч. Сегодня в России и конечно у нас в регионе предприниматели, субъекты МСП самозанятые – это те люди, которые по сути являются движителями экономики и это очень мощная сила. У нас действительно складывается открытый диалог, мы на постоянной основе общаемся с бизнес-сообществом. Слет опоры России проходил в два дня. Кроме заседания Комитета по развитию предпринимательства в муниципалитетах, участники побывали на нескольких тематических секциях. Особое внимание в ходе встреч уделили государственной помощи малому и среднему бизнесу. Предприниматели узнали, какие меры поддержки им доступны. Мы стараемся каждый день своей работой создавать доверие между государством и деловым сообществом. Это значит, что такое доверие. Это полностью отвечать без каких-либо купюр и исключений за каждое слово, за каждое обещание, которое мы дали нашим партнерам. А после выступлений на дискуссионных площадках успешных предпринимателей наградили благодарственными письмами. Елизавета Кухарева, Дон-24, Ростов-на-Дону. Выход на сцену для героев следующего сюжета – это не только борьба со страхом, но и долгая работа со специалистами. Творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья впервые прошел в Мясниковском районе. Ольга Молчанова увидела, что подготовили ребята для гостей праздника. Сила воли и безграничная вера в свои возможности объединила этих творческих ребят. На подготовку концерта у особенных детей и их педагогов ушли месяцы усердных занятий. А многие из выступающих стоят на сцене впервые. Буду выступать со своими друзьями, очень старался готовиться. Буду выступать с лентами и играю на ложках. А до концерта насыщенная развлекательная программа. Детей встретили аниматоры в костюмах героев мультфильмов. У входа в Дом культуры уже ждут педагоги на интерактивных площадках. Всего открыли 10 зон. Среди развлечений творческие, спортивные и военно-патриотические мастер-классы, конкурсы и выступления. Творческий фестиваль для детей с ОВЗ проводят в Мясниковском районе впервые. Организовала мероприятие «Чалтерская школа номер 3». И это не просто так. Учреждение достигло значительных успехов в работе с особенными учениками. На протяжении 20 лет школа имеет направление здоровья и сбережения. И в рамках национального проекта образования, проекта «Доступная среда» в школе обеспечены максимально комфортные условия для проведения и работы с такими детьми. Работают специалисты, тьютеры, педагог-психолог, педагоги высококлассные. В концертном зале собрались не только дети и их родители. Посмотреть на выступления юных талантов приехали и почетные гости. Среди них директор 96-й школы города Ростова-на-Дону Зинаида Гойнько. В 2021 году это учреждение заняло второе место в России в сфере инклюзивного образования. Как обмечает руководство организации, развиваться в этой сфере важно общими усилиями. Педагоги Мясниковского района были у нас в гостях не так давно, где нам предоставилась возможность поделиться своим опытом, показать наши ресурсные классы и ресурсные зоны. Мне очень хочется, чтобы наша практика имела весь продолжение. Развивать таланты детям с ограниченными возможностями помогает госпрограмма «Доступная среда». Ее реализуют в Ростовской области уже более 10 лет. Ольга Молчанова, Дмитрий Озернин, Дон-24, Мясниковский район. Отдохнуть от будней и всем вместе сходить на спектакль. Такая возможность выпала нескольким многодетным семьям. Они получили приглашение от губернатора Василия Голубева посмотреть постановку «Пеппи Длинный чулок» в Ростовском молодежном театре. Насколько дети и родители ассоциируют себя с главной героиней сказки, узнала Анастасия Изюминка. Как говорят родители, сто слов в минуту и все это только один ребенок. Всем известны «Пеппи Длинный чулок» олицетворение доброты и любознательности. А как справляться с таким потоком энергии уже знает семья Дзоевых. Ведь у них три таких героини и двое парней. Мы из города Миллерово, мы приехали сюда издалека и для нас это считать, что уикенд, то есть на весь день по сути мы здесь. А вот в семье Фроловых девичьей шалости «Пеппи» не близки, ведь они воспитывают пусть еще и не половину футбольной команды, но уже четыре богатыря. Мы впервые попали в театр всей семьей. Очень благодарны за такую возможность. Мы живем в небольшом поселении, поэтому у нас там не особо много каких-то развлекательных мероприятий проходит. Особо выбраться некуда, поэтому мы очень счастливы, что нас пригласили на такое мероприятие. Благодарят родителей за такую поездку губернатора Ростовской области, ведь посетить Ростовский молодежный театр они смогли по его приглашению. Ранее на интерактивном приеме Василий Голубев распорядился поощрить многодетные семьи. Не сердце об этом позаботится, район позаботится, чтобы ребятишки и их родители могли хорошо провести время. Тогда же Василий Голубев пообещал подарить поездку Музтеатр и семьям бойцов специальной военной операции. И вот в день защиты детей на сцене балет «Белоснежка и семь гномов», а в зале – жены и дети защитников Родины. Здесь семья Юдиных и Шевелевых. Эмоции положительные. Я ни разу не была в этом театре. Дети были. У них школа организуют часто поездки, поэтому им приходилось здесь быть, они знакомы. Я первый раз. Неожиданно, очень-очень красиво, волнительно. Анастасия Изюменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Борются в первую очередь за себя и болельщиков, а не за выход в первую лигу. Так в песчанокопской «Чайке» говорят о мотивации команды в этом сезоне. Впрочем, от стопроцентного повышения в классе клуб отделяет предстоящий матч против Новосибирска. С каким настроем игроки завершают вторую часть чемпионата и как прошла домашняя встреча с дублем Московской Родины, расскажет Виктор Леонтьев. «Чайка» уверенно летит в первой лиге. Несколько туров назад команда прочно закрепилась на третьем месте и продолжает расправлять крылья, чтобы уйти на долгожданное повышение. Но, как заявляют тренерские штабы игроки, они не обращают на это внимания и стараются только для своих болельщиков. Тем более в последнем домашнем матче сезона против дубля Московской Родины. Песчанокопцы вскрыли оборону противника уже на 15-й минуте. На заброс Ивашина откликнулся Долгов, но метко пробить нашему капитану помешали столичные защитники. Ответили гости спустя те же 15 минут. Удар в упор отразил Москвичев. Затем Кожедуб со штрафного попробовал снять паутину, но тоже безрезультатно. Хозяева продолжали навязывать свою борьбу и на 38-й минуте Хохлачев заработал 11-метровый. Стандарт без проблем реализовал Павел Долгов. Свои попытки со штрафного чуть не воспользовались гости, но Москвичев отвел угрозу. Преимущество на нашей стороне. Владение мячом почти 100% у нас. У них было больше вариантов, больше возможностей забить. Но тут уже игра, как она показала себя, так показала. Второй тайм будет однозначно от ножа, потому что сейчас, особенно для «Чайки» эти три очка, как кровь из носу, нужны эти очки. Потому что не за горами, скажем так, ФНЛ. Ждем и верим. Упрочить положение «Чайки» мог Олег Казаченко, но обводящим ударом нападающий угодил в штангу. Он же позднее пробивал с лета, но тоже мимо. Его партнер Никита Кармаев нанес свой удар, но мяч с ленты сняли игроки обороны. Гости отметились лишь грубой игрой и красной карточкой от рефери. А Павел Долгов таки сумел снять вопросы о победителе. Пару движений, удар поворотом, девятка! Мы сегодня были круче, мы сегодня были лучше. И мы заслуженно победили. Но я думаю, что с точки зрения турнирной сейчас ситуации, мы задачи свои решили. Мы спокойно будем готовиться, выдохнем и поедем на выезд, играть в свое удовольствие. Игра с Новосибирском уже в эту субботу. И в случае победы или ничьей, пернатая стая напрямую попадает в лучшую лигу мира. Виктор Лентьев, Богдан Дмитриев, Дон-24, Песчанокопский район. На этом наш выпуск завершен. Больше новостей на сайте don24.tv и в наших социальных сетях. В студии была Алла Локтенова. До встречи.